Смотрите, вот у меня есть вот такой проект, то есть у меня есть кабинет, вот здесь у меня идет профильная система, которую, видите, она прямо вот смоделирована вот таким вот образом, здесь у меня светильник, то есть один светильник как два он идет. Ну и вот здесь у меня идут определенные тоже точки световые, вот. И плюс еще ко всему, у меня есть вот такая система на потолке. Естественно, потом мы ее немножко подвинем здесь. Ну, естественно, нам нужна комплектация. Соответственно, друзья мои, вот у меня есть такой файл. Вот я смотрю, да, здесь. У меня идет 3 метра. Первое, что вы должны понимать, это то, что вот эти профильные системы, они всегда идут 1 метр, 2 метра, 3 метра. К сожалению, сложно, и рабочий вам не будет резать ее на миллиметр. 2 метра 157 миллиметров, да, это проблема. 2 метра, скажем, 154 миллиметра. К сожалению, никто не будет так делать. Поэтому вам надо понимать, что такая профильная система, она должна собираться кратно какому-то ровному количеству. То есть это должен быть 2 метра, скажем, 1 метр 80, 3 метра, 4 метра. Должно быть вот что-то такое очень ровное. Смотрите, поэтому у меня есть вот такой профиль. Вот у меня было, сколько там у меня получается. Представим, у меня 1, 2, 3, 4, 4 светильника и 3-метровая система. Я беру, у меня есть профиль, да, вот у меня. Я кликаю на него 2 раза, то есть у меня здесь появляется описание, все артикулы. То есть вот у меня профиль, видите, SPN профиль 3 метра, да. Я могу добавить описание здесь, я могу поменять артикул этой системы. Если я кликаю на нее, она у меня кратно, видите, кратно 10 сантиметров, у меня она центрируется, да. То есть, сейчас, секунду, я, например, могу вот так сделать, да, там, вот так вот ее... Сейчас, давайте, вот так сделаю. Вот, я, это все кратно, видите, кратно 10 сантиметров, она у меня уменьшается, увеличивается. Просто если я ее сделаю уже как бы сюда, то меньше мне выгоднее брать не 3-метровую, а 2-метровую. Давайте я прямо сейчас за пару минут соберу. Насекайте время, да, я беру, копирую этот профиль, ставлю его сюда, да, давайте вот это удалю. Дальше, что я беру? Мне нужен заглушки соединителей подвода питания. Я, соответственно, копирую эти подводы питания, копирую вот таким образом. Здесь выбираю эту заглушку, ставлю ее вот сюда. Заглушка с подводом питания. Дальше я копирую эту заглушку, поворачиваю ее вот таким образом, видите, и, соответственно, ставлю ее вот сюда. То есть все, у меня профиль с заглушками с подводом питания готов. Что мне нужно дальше? Вот это соединители, если вы вдруг эту систему, то есть если бы у меня было соединение одной системы, да, к другой, то тогда мне вот здесь надо было бы поставить вот такой соединитель, который включает в себя, как бы, фиксатор профиля, да, и, соответственно, вот такой вот подвод питания. Но, вот, к счастью, у меня такая система не нужна, поэтому мне нужна здесь всего лишь на все заглушка. Что я делаю дальше? У меня есть фиксаторы, да, фиксаторы. В одном артикуле у меня два кода. Эти фиксаторы, они служат для того, чтобы монтировать эту систему, для того, чтобы монтировать эту систему в потолок. Соответственно, я вот на расстоянии 700 миллиметров копирую эти фиксаторы, да, вот таким вот образом. Так, пардон, сейчас я, давайте, удалю вот эту штуку. И, соответственно, я копирую ее вот таким вот образом. Так, и вот сюда еще. Ну, давайте так, я еще сейчас немножко ее процентрирую, для того, чтобы у меня она просто немножко ровнее выглядела таким образом, что переместить вот эти правой кнопкой мышки, выбираю это, середина между точками, вот эта точка, и вот это вот у меня поставил по центру все это. Дальше мне сюда надо поставить светильники, да, кликая сюда два раза, я уже вижу, что двойные светильники. Видите, у меня здесь есть его маркировка, его значение, да, этого светильника. Соответственно, я беру его, копирую вот таким образом. Ставлю, да, сюда, беру его, копирую в центр. А вот это L2 я вот могу перенести вот сюда, скажем, если у меня не L2, я нажимаю два раза, перевожу на L1, кликаю ОК. Друзья мои, видите меня, ага. Вот, естественно, я его сейчас сюда вот перенесу еще немножко. Вот, и, соответственно, я беру, просто-напросто копирую, сколько у меня их было. Раз, два, три, четыре. А, у меня их четыре штуки было. Ну, соответственно, я давайте скопирую вот таким образом. Два. Я на месте все равно потом могу это все поменять, да, то есть выделяю. То есть он тоже сейчас я все это перенесу вот за эту точку. Шифт правой кнопкой мышки, середина между вот этой точкой и, соответственно, вот этой точкой. А, нет, пардоньте. Ладно, давайте я просто-напросто на глаз сейчас откопирую это все. Соответственно, у меня четыре было, тут две и тут вот одна. И давайте я просто даже так возьму все это на глаз, переношу и, соответственно, вот так вот прям сделаю сюда. Раз. Вот. И, соответственно, вот здесь я могу выбрать другие светильники, да, которые я хочу. Могу поменять, кликнуть два раза, поменять их артикулы, да, здесь, если мне это нужно. И дальше мне, скажем, нужно поставить блок питания к нему и еще возможность управления. Вот это управление по диммируемое, да, а это управление беспроводное, то есть по касамбе. Соответственно, я копирую и ставлю сюда подвод питания вот таким вот образом. Все, друзья мои. Теперь я нажимаю здесь вставка, извлечение данных. И, соответственно, здесь я кликаю создать новое извлечение данных. Давайте я на рабочий стол прям его поставлю, один просто нажму. Сохранить. Выбираю эти чертежи. Правая кнопка мыши. Далее. И, соответственно, здесь я выбираю только блоки с атрибутами, которые у меня здесь показаны. Далее. Выбираю отобразить в таблице только атрибуты, которые у меня есть. Далее. Ну и, соответственно, здесь я вот этот столбец, наверное, скрою. Скрыт столбец. Выбираю название. Маркировку, естественно, сюда. Мощность. У меня, видите, только один светильник. Производитель. У меня Delta Light. Артикул. Ну и, естественно, цвета. Да, то есть вот сюда цвет я ставлю. Вот таким образом. Далее. Вставка в чертеж. И, естественно, здесь там ввожу название. Это спецификация оборудования. Далее. Готово. И, соответственно, вот таким образом я ставлю сюда таблицу. Обратите внимание, что у меня здесь даны все артикулы, все количество. Да, то есть вот фиксатор раз, два, три, четыре, пять. Вот они, пять фиксаторов. Фиксейшн сет. Вот их артикул. Заглушки две. Модулятор, то есть блок питания. Модулятор для беспроводного управления, для демирового управления просто. Трехметровый профиль. Вот он, один мой светильник. Вот четыре светильника, которые у меня здесь даны. Единственное, что здесь нужно будет добавить. Единственное, что здесь нужно будет добавить. Просто смотрите, здесь есть, точнее не здесь, а в коммершале у меня. Нет, не в коммершале. У меня здесь в Dialux Lessons есть еще, как собрать профильную систему. У меня здесь единственное, что вот так эта система выглядит. Вот сплитлайн 20, видите? То есть, вот такой профиль. Вот они, видите, как создавать композицию. То есть, первый выбираете профиль, эндкапы, заглушки. Вот она, фиксейшн сет. То есть, это две вот этих уголка, к которым вы присоединяете саморезы. Ну и, соответственно, здесь еще, что вы делаете, вы потом выбираете светильники. То есть, светильники вы выбираете, не исходя из ваших каких-то потребностей. Вот эти светильники я уже вынес в эту таблицу. Здесь еще есть светильник с заменяющимся фокусным расстоянием. Вот, соответственно, такие светильники. Но единственное, что, наверное, здесь еще надо выбрать. А, хотя нет, хотя нет. Все, здесь вот для этих светильников выбрано. Вот, midi-spy tube, micro-spy. Да, все, вот эти светильники полностью комплектованы. Для micro-spy, вот для одного светильника, вам надо выбрать еще рамочку. И вот это колечко, да, которое будет давать здесь определенный цвет. У нас есть там бронзовая, да, вот такие, видите, эти кольца. Вот, вот эти вот аксессуары. Там для определенных светильников. Но для, это вот для midi-spy tube вам нужно будет вот это spy-spy. Midi-spy tube. А для micro-spy вам это не нужно выбирать. Все, таким образом, видите, я в несколько кликов создал спецификацию. Как вам, друзья мои, такая манера создания спецификации? Как вам такая манера создания профильных систем? Спецификации для профильных систем? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментарии. Нравится ли вам работать быстро? Нравится ли вам работать эффективно? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok